Итак, здравствуйте, друзья, снова очередная попытка за сегодня сделать обзор на уже другую сложившуюся хорошую, так сказать, ссылочку, которая пришла опять в Крым, вскрывалась на таможне, опять же все посылки, идущие в Крым, вскрываются на таможне и заклеиваются заново скотчем волшебным, скотчем волшебной таможни. Итого, друзья, сегодня здесь на рассмотрении у нас два мини-USB вентилятора, вентиляторы, вы же понимаете, сейчас у нас лето, наступает, это значит, что у нас идет пора жары, очень-очень сильной и неприятной жары. Вот такие вот вентиляторы с мини-USB мы и будем сегодня рассматривать. Итак, мы рассматривали раньше... Ну вы посмотрите, опять какое-то сполошное разочарование, да? Или нет? Фу, слава богу, я начал переживать. А на самом деле переживать не нужно, потому что... Сейчас скажу, почему, друзья. Недавно у меня случился такой же случай, когда я... Извините, не подготовился. Когда я приобрел USB-вентилятор, кто следит за моим творчеством, тот помнит. Вот такой USB-вентилятор, у которого был выход для айфона. Естественно, у меня мой телефон, который не айфон, а всего лишь Xiaomi Redmi 4, не принимает вот такую вот штуку. Друзья, мне ничего не оставалось делать, как взять в Китае и заказать вот такие два классные вентиляторы. И они отличаются тем, что здесь у них именно под ИВА, USB. И сейчас я вам это покажу. Значит, смотрим. Опять точно такой же вентилятор, все точно так же. Ничем не отличается, кроме одного. Как вы видите, здесь идентичные, да? Айфоновские выходы. Что здесь, что здесь. Откладываем. Но этот айфоновский выход, он мне не нужен. Я его просто вот так вот отрежу и выкину. А вот здесь обычный, обычный микро-USB. И быстренько мы делаем вот так. Значит, берем наш телефончик, который нам показывает наше время секундомером. Открываем. И по идее должно быть чудо. Друг спас верблюда. Ура! Ну и чё? И чё? То есть, когда телефон... Чё это значит? Чё это значит? Алё? По какой-то причине телефон отключился. И это странно. Это странно. А-а-а. Он, наверное, не предназначен для этого. А может и нет. Ну, в общем, моя китайская подруга отсюда говорит, что связь прекратилась. Ну и, соответственно, я могу так понять, что телефон действительно у нас уже не работает. Но принцип у нас такой. Кстати, я даже не знаю, сколько у нас секунд остается. Короче, мы вставляем это сюда. Вот так вот. И пользуемся с удовольствием. В общем, наверное, я сделаю лучше другой обзор. А пока, друзья, всё. Давайте.